100% хлопок. Вообще шикарный. Купи-купи. Просто чик-чик-чик-чик. Вот вам и красота. Блин, там реальные перья. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет видео Fixed Price супер-пупер новинки. Реально супер-пупер новинки, и они меня очень-очень сильно порадовали. Давно не было такого, что я захожу в один Fixed Price, и сразу вижу кучу всего. Взяла где-то на 1700 с лишним. Вот такой вот большой пакетик. Та-дам! И сейчас все по порядку покажу. Первое, что я хочу, кстати, показать, похвастаться, это вот такая вот маечка, которая на мне, и купила я ее в Fixed Price за 149 рублей. Взяла я ее не одну, потому что мне показалось, она реально будет классненькой. Я взяла их две. Вот это вот, смотрите, идеально подходит, да, вот мы прям снимаем. Я единственное, что размер взяла 44. Вы знаете, можно было бы смело брать 42, просто я уже, знаете, не люблю, когда в обтяжку, люблю, когда свободненько. Но я взяла и одну, и вторую, потому что я планировала их носить дома. Ну, как бы и планирую их носить дома. Я не знаю, как оно смотрится нормально, что вот здесь немножечко оттопыривается, да. Вот. Я не знаю, на 42 будет оттопыриваться или нет, но 44 вот немного оттопыривается. Вот. И вот сюда подобрала вот такое вот украшение. Видео, смотрите, уже миленькое такое, да. А вообще я взяла, брала, сначала хотела взять изначально вот такую вот розовенькую. Это под мой костюм домашний. У меня есть костюм домашний, брюки и халатик. А вниз туда нет розовенькой какой-то маечки. Я одну взяла в Фоберлик, но чуть-чуть она вроде не подходит, или она слишком какая-то нарядная. Что-то попроще надо вниз, да. В общем, я померю вот эту вот маечку сейчас вместе с этим вот костюмом розовым. Посмотрим, как смотрится. Ну, я думаю, в принципе, ничего. Но я еще буду искать, потому что не совсем идеально. Но в целом вот очень классно, что розовенькая, что вот она такая бежевенькая. Там еще были черные с белой окантовкой, серые с белой окантовкой, зелененькие такие мятные цвета. 149 рублей. И размеры тоже разные. Вот это то, что я нашла. И 100% хлопок самое, что интересненькое. Вот зацените, напишите в комментариях, как вам такая маечка. И нормально ли смотрится на мне 44. Короче, вот мой костюмчик, смотрите. Смотрите. Смотрится хорошо, в принципе, да. Ну, вот я расстегиваюсь. Вот. Только единственный косяк вот здесь, смотрите. Неровно пошитая. Она, видите, уходит. Я думаю, что такое? То ли я что-то криво одела, то ли что. Уходит горлышко вот сюда куда-то. Но вот эту я поменяю. Хорошо, что я даже сейчас мерила, как будто чуйка. Так, я не сняла сзади цельник. Вот. Это, конечно, мне не нравится. На то и ровненько все, а это вбок идет. Но я же не знала, что будет такой косяк. Не стала рассматривать, как след. Может, я, кстати, и 42 возьму размер. Надеюсь, у них только остались розовые. Вот. Но в целом вот так, домашняя, очень красивенькая. Вот под вот этот костюм хочу майку еще. Вот, чтобы было. В общем, вот такие дела. Будьте внимательны, смотрите. Так, что дальше? Что дальше? Что дальше? Я не знаю, сколько всего? Сколько всего? Так, взяла дощечку. Как вы видели, недавно я взяла себе дощечку из бамбука. В принципе, она мне нравится. Все хорошо. Единственное, что она деревянная. Нельзя ее держать возле мойки. Короче, я увидела вот еще классную дощечку. Я давно такую хотела. Она гибкая. Хорошо, что, когда на ней порежешь, вот так вот просто ее раз, сворачиваешь и все скидываешь с дощечки. Это очень удобно. Стоит она всего 77 рублей. Это единственный цвет, который более-менее мне подходил. Вообще, я бы купила белую, если бы было, но там были желтые, по-моему, ярко-зеленые, ярко-красные. И вот самая такая, она, знаете, какая-то мятно-голубая, что ли. Я не знаю, как лалидно цвет, но и мне, моими глазами, тоже не совсем понятно, что это за цвет. Вроде по качеству нормальная. Гнется хорошо. Смотрите, вот так гнется и вот так гнется. И потом принимает обратно форму. Немножечко рифленая такая текстура есть. Вот. Ну, в общем, мне нравится. И всего 77 рублей. Ну, я и взяла. Дальше, 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 дальше. Очень сильно меня порадовали вот эти баночки, бутылочки. Вообще шикарные. Стеклянные. Вот это что главное. Во-первых, я всегда хотела взять какие-то бутылочки, из которых будет классно пить воду. Чтобы они не были какие-то большие, чтобы они были интересные, чтобы они были стеклянные. Потому что кругом везде пластик. Он надоел уже, честно говоря. И насколько он качественный, я не знаю. Что даже из бутылок, которые вы покупаете, да, знаете, там написано, что это для одноразового использования бутылочка. Поэтому пластиковые бутылки я стараюсь сразу выбрасывать. А вот когда стекло, уже как-то более надежно. Короче, я увидела вот такие классные баночки. Две я решила взять. Одну Дэнки, одну себе. Они с трубочками. Здесь, кстати, прорезиненный такой вот моментик. Что даже если там нальется, перельется. Ну, как бы может перелиться, да. Немного перельется, чем со стаканом, да. Это раз, момент. Дальше надписи классные. На одной, вот эта красная мне понравилась, надпись Keep Calm and Love. По-моему, это переводится как сохранять спокойствие и любовь. Если я не ошибаюсь, да. Calm, по-моему, это спокойствие. Второе Keep Calm and Just Smile. То есть сохранять спокойствие и просто улыбайся. Дэнки, в общем, оранжевая и красная мне. Ну, или если придут гости к нам, и мы будем сидеть, снимать прямой эфир и что-нибудь пить, будет тоже классненько вот из таких стекло. Крышечка, она закручивается. Очень хорошо, плотненько закручивается. Вот эта вот трубочка не вылетает, потому что у нее здесь вот такая вот... Болгажник есть, но болгажник пластиковый, трубочка пластиковая, а вот крышечка металлическая. Ну, в принципе, мне кажется, что это, ну, более, короче, полезно, я так думаю, нежели из пластиковых стаканов и бутылок. Что думаете, скажите. Так, папа звонит, да? Вот, кстати, налила уже напиток, и да, я помню, что сказала, что оранжевый это будет Дэнкина, но мне так захотелось из нее попить холодный сок. Я помыла все. Просто невероятное удовольствие. Классно. Кстати, еще на ней было написано, что она холодная от 20 градусов до 100, горячая до 100 градусов выдерживает. Короче, от 20 до 100 градусов, значит, получается, можно сюда и кофе делать. Итак, поехали дальше. Что у нас тут интересненькое? Я взяла соль морскую хвойную. Давайте понюхаем, как она пахнет. А, давайте почитаем. Ой, она так пахнет, ее можно не открывать. Состав натуральная морская соль, экстракт, хвои и отдушка. Ну, так как вы знаете, что я в последнее время балую себя ваннами, да, и нет-нет, лежу иногда, и, честно говоря, это очень хорошо спасает. Во-первых, здесь мелкая какая-то соль, я думаю, она быстрее растворится, чем та, которую я брала в предыдущий раз. Также аромат хвои, который мне очень нравится, правда. И в период простуды, гриппа, вирусных инфекций, это профилактика. В принципе, как и сейчас, да, у нас вот всякие вирусные инфекции, поэтому я думаю, это будет хорошо. Стоит она там копейки, я тут напишу. Следующее, что я купила, смотрите, Денечка у меня давно просил браслетик. Я себе, кстати, такой покупала. Это такая, на самом деле, линейка, линейка браслетов, гибкая линейка по-другому. Стоит 77 рублей. Я нигде не могу найти часики, когда одеваю часы, Деня мне часы, часы, купи, купи, часы, часы. Денечка, иди сюда, Кися, смотри, что мама делает. Игрушка. Это не игрушка, это браслетик. Браслетик. У нас жара, поэтому ребенок у меня разъехал. Давай ручку, давай ручку, я тебе покажу. Извиняя, нет. Иди сюда. Сел такой рядом уже, пристроился. Смотри. Конфетка? Открывай ручку. Я шучу, это не конфетка, смотри. Ух ты. Эй. А так, может, тоже нормально? Ну все, сломали вверх. Смотри, кисть. Это браслетик. Красиво? Да, будешь одевать? Давайте, браслетик одену. Давай ручку. Ой, как красиво. Покажи девочкам. Покажи браслетик. Красиво, поближе подойди. Ой, красиво, какой браслетик. Видали? Завалил мне, конечно. И убежал. Вот так вот. Поднимем стену. Гибкую, шаткую стену. Итак, дальше, что я взяла. Мне очень понравилась вот такая ручка. Та-дам. Милая. Невозможно. Короче. Вот такая гибкая ручка. И, кстати, она снимается, по-моему. Или нет? Мне кажется, ее можно будет перекинуть на другую ручку как-то. Ну, из всех там были мороженки два вида, конусы какие-то, всякие спиральки красивые, яркие. Еще какая-то там была непонятная зверюшка. Пишет, я думаю, нормально. Вот как раз здесь попробуем. Ну, тонко пишет. Я вообще люблю шариковые толстые ручки. Это не шариковая, не толстая, но тонкая и черненькая. Вот. В принципе, удобно что-нибудь записать. А главное, она мягенькая. Даже если здесь держать, она мягкая и очень приятненькая. Ну, мне как блогеру, который может вести прямой эфир и что-нибудь записывать. Хотя я покупаю все эти крутые ручки и как-то в прямом эфире не доходят у меня все-таки руки взять ее в прямой эфир. Ручка антистресс называется. А сколько она стоит, я напишу где-то здесь. Вот, она мне очень понравилась. Дальше, дальше, дальше. Дальше пошли заколки. Супер-мега модные, трендовые заколки, цвета. Слушайте, я обычно заколочки сильно не использую, как вы видели, да? Но такие заколки за такие цены я использовать буду. Во-первых, я взяла вот такие вот. Я взяла вот такие и вот такие. Я не удержалась, я не знала, какие лучше. Цвета примерно одинаковые, но вот эти у нас идут, я их в паре взяла, потому что если я буду использовать какой-то один цвет, вот так, да, ну, чтобы с двух сторон были одинаковые. Мне понравились все цвета, особенно мне нравятся вот эти вот, коричневые и бежевые. Голубенькие тоже красивые и горчичные. Ну, нет, все красивые цвета, 55 рублей стоит такая одна. В паре, девочки, всего 110 рублей. Мне кажется, это очень дешево. Самое интересное, что они очень круто используются. Не нужно там сильно защиплять, просто чик-чик-чик-чик. Мы сейчас вот сюда, смотрите, нам вот это подходит сюда. Раз, например, да? Вот она, пластиковая. Здесь мягенькая такая, знаете, покрытие Touch. Вот так выглядит, как чехольчик, да? Вообще. И закрылась. Вот раз, например, я беру. Красивое что-нибудь. Оп. Вообще. Ну, шикардос. Ну, скажите, что не шикардос. Я вам не поверю. Сейчас я с другой стороны еще сделаю. Я очень не люблю невидимки, которые, знаете, такие больно впиваются в кожу. Я их просто ненавижу, не покупаю, не держу дома, потому что я никогда не делаю так, чтобы их использовать. Знаете, вот эти вот маленькие, во-первых, пока их откроешь, там застрянет, блин, кожа, там сломается нога, потом вобьется тебе в голову. И потом, если я там вдруг зацеплюсь за волосину, это ее снимать так больно, короче. Вот. По-моему, очень мило. Две заколочки прилепила, очень мило. А также можно взять какую-то гульку и тоже что-то где-то залепить. Вот. И цвета, главное, красивые. То, что я люблю. Ну и там были еще такие, эти сплошняком, а были еще не сплошняком, видите? Так, чтобы здесь были волосы. Тоже красивые цвета и тоже я взяла парень. Это мне очень понравилось, прям порадовала. И цена вообще суперская. Дальше я взяла вот такой крабик. Он тоже стоит 55 рублей. Он тоже цвета такого красивого. Дайте ножницы мне, человеку. И мне кажется, тоже очень красиво. Вообще. Тоже вот этот тач. Очень приятная поверхность. Почему говорю? Я об этом говорила на своем втором канале, когда по полочкам ходила. Я планирую кухню сделать вот с таким вот тач. Поэтому обратила внимание. В общем, закалываю. И уже красиво получается, да? Красиво получается вот здесь у меня получается. И вот здесь. Крабик. Из одного и того же цвета и как будто это было в комплекте. Вот вам и красота. Давайте продолжим. Дальше за 55 рублей я купила еще вот такие две заколочки. Они тоненькие. И тоже хороши, между прочим. Раньше я когда была помоложе. Не помоложе, а вообще маленькая когда была. Я использовала такие заколки. Ну вот она, смотрите, тоненькая вот такая, да? И вот здесь застегивается. Механизм наим простейший. Поэтому понятно, что оно стоит всего лишь 65 рублей. Две заколки причем. А это можно вот так, кстати, сделать. Здесь вообще способы. Можно вот так. И так, смотрите, сзади как красиво все смотрится, да? Очень аккуратненько. И еще я делала вот так. Ну это две самые простые. Я думаю, можно придумать очень, намного больше причесок, чем я вам сейчас показываю. То есть второй вариант, это вот так. Я закалываю вот так. Ну вот, как-то так. Что-нибудь такое. Либо так оно, либо куда-то в бок. Смотря сколько мы тут подкалываем. В общем, что-нибудь такое. Ну как-то где цвета делала. Но мне кажется, даже в простом виде лучше, да? Ну короче, самое главное, что трендовый цветок. Мне очень нравится, очень клево. Закалю сейчас так. Просто сделаю хвостик красивый такой. Так, что еще? Это с заколочками у нас все. Да, еще коричневое. А, кстати, мне кажется, можно их даже использовать в паре. Вместе. Смотрите. О! По-моему, очень даже. По-моему, очень даже ничего использовать две. Класс, класс. И также заколочки можно использовать по две, по три. Так, это я в конце покажу. То, что будет на моем втором канале, подробный обзор. А сейчас мы с вами посмотрим, что за надувные такие штуки появились у нас в фикс прайсе. Я взяла как минимум для того, чтобы сделать фотосессию, потому что мне показалось, что это очень как-то интересно. Значит, первое, это вот такой надувной круг сердечка. И мне понравился именно в этом цвете. Розовый с синеньким. Какой-то такой воздушный, классный. Примерно квадрат получается из него 75 сантиметров на 78. Сейчас мы его надуем как-нибудь и посмотрим, насколько он красивый. Рассветки были разные, там, по-моему, два или три вида, но... Блин! Там реальные перья! Я не открывала его там, но этого... Там реальные перья внутри. Девочки! Блин, это день сюрпризов! Короче, когда мы его надуем, там будут внутри перья бултыхаться. Офигеть! Смотрите! Смотрите и не говорите, что вы не видели. Там реальные перья. Блин, я хочу скорее это надуть. Как теперь это надуть? Вообще, у меня где-то есть насос, но я не знаю, где его сейчас найти. Придется дуть. Это будет долго. Так, давайте сразу, тогда я покажу и второе, и пойду дуть, называется. А второе, это матрасик вот такой вот, но он необычный, потому что здесь сетка в начале и сетка в конце... Ой, сетка. Здесь сетка в середине, а в начале надутая и в конце надутая. Я вообще не представляю, как это будет смотреться на пляжу. Сейчас я, конечно, протестить это не смогу, но чисто теоретически мы с вами должны как-то это увидеть, да? Тут размер не написан. Надуйте изделие при помощи насоса. У меня свой насос. Что выпало? Что только что выпало? Я надеюсь, никакой клапан. Так, этот я решила взять вот такой. Вот, вот с такими вот классными. Мне показалось, что для фотосессии летней тоже может быть прикольно. Именно такой принт. Так, ну и что, нам надо будет надуть вот это только, да? Седочка внутри, кантовочка прошитая и вот это надуть. Не знаю, как это будет смотреться, будут ли эти две штуки держать ваше тело, да? А оно получается в водичке. Но задумка прикольная, поэтому я взяла. Сейчас я все это надую. Так это что надувать? Это можно не... Ну ладно, я одну штуку надую, вот эту вот. Посмотрим просто, насколько она увеличивается. Короче, самое главное, это вот это сейчас насмотреть. Сейчас надую и вернусь. Только тут давай. Мама устала чуть-чуть. Дуй дырочку прям. Вот, давай еще. Дуй. Не, не сюда, а вот сюда. Вот, молодец. Все, встал? Ой, тяжело. Тяжело. Слушайте, девочки, на меня просто нету сил, понимаете? Я уже не надула его как следует, прям, чтобы он весь разгладился. Потому что у меня уже просто вот здесь вот болит, болит рот. Короче, смотрите, ну вот они сразу заиграли. Воздушные такие. Это будет мой любимый. Надеюсь, он не порвется. Блин, вообще, это фотосессия. Это вообще класс, класс, класс. Класс, класс, класс. Мне нравится. Конечно, я его надую получше. Но мне нравится сам вот этот вот. Вот так вот, если его равномерно попытаться расплескать. Он тоже будет очень красивый. Такое сердечко, короче. Я правильно сделала, что выбрала именно это. Там, кстати, был красный. Тоже он с красными, получается, перьями. И еще блестяшками, звездочками был. Тоже красивый. Ну, короче, вот такой вот. Ну, понимаете, да, что я не готова надувать вот это. Но, в принципе, вы поняли, да? Здесь самое интересное, это проверить реально на воде, как ты будешь здесь держаться, да? А здесь вот неожиданный сюрприз. Вот эти перья. Я думала, оно нарисовано. Короче, кайф супер-пупер. Ну, и подходим к концу. А это два гаджета, которые мы будем тестировать с вами на моем втором канале. Первое, это массажер для лица. Я его просто раньше не видела, как только его увидела, я сразу его взяла. 149 рублей стоит, были только черные. Я могу попробовать открыть, показать хотя бы, как он выглядит внутри. Вот. А как вот это вот уже работает, батарейки. Попробуем как надо, почитаем инструкцию. Это уже сделаем мы отдельно на втором канале. Слушайте, он очень легкий. И вот, вот что это такое, я не знаю. Здесь у нас low, high, то есть режим можно выбирать, я так понимаю, сильный или легкий. Очень легкая. Что за принцип тут? Что это делает? Это все мы узнаем в отдельном обзоре. Ссылка на мой второй канал под видео, под каждым, если вдруг потеряете. Так, 149 рублей должна была я это взять. И еще один гаджет. Тоже я такого не видела, может быть, вы где-то видели. Это еще одна щеточка для очищения лица. Мы с вами уже одну щеточку пробовали. Примерно, я думаю, это тот же самый принцип, только она идет на подставочке еще, видите. В общем, посмотрим, как это работает на подставочке, красивенько. Тут все запечатано, тоже не буду открывать, в принципе, все понятно. И тоже думаю, вот ее затестить и проверить. Такие же микроболокна у нее, как у той щетки, потому что та щетка мне очень понравилась. Но там ручка, как бы, да, здесь другая насадка, крутится ли тут что-то, нет. В общем, все это проверим на втором канале. Все, мои хорошие, обзор FixPrice закончен. Прямо эти новиночки меня очень порадовали. Давно не было такого, повторюсь, может быть, да, что ты захочешь в один магазин и сразу берешь себе на целое видео. Да, обычно я там схожу, там схожу, сям схожу. И так еще более-менее недовольна. А сейчас, как видите, вообще все новое. То есть я не взяла ни одного повтора, там, туалетную бумагу или салфетки влажные, или что-то, что я уже брала. Я все взяла новое. И всем, и абсолютно всем очень удовольна. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Прощаюсь до следующего видео. Все полезные ссылки будут под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. 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 Куда выключать? А поцеловать маму? А маму поцеловать? Все. Все. Ba-пока. Подписывайтесь на мой канал. О Ranch.